Большое количество жалоб, касающихся сверхжилищно-коммунального хозяйства, поступает от граждан ежедневно в ходе встреч, приемов, проводимых местными чиновниками. Завышенные тарифы за коммунальные услуги и недобросовестное отношение работников коммунальных служб к взятым на себя обязательствам вызывает возмущение у граждан. Когда ведут руководители города прием в средствах массовой информации, очень-очень много прощений, устных и письменных выступает в нашем общественном совете. Ну что делать? Неужели только в нашем городе такая обстановка сложилась? Когда начинаешь разговаривать, кто ответил к этому делу, да вы знаете, это кругом так, не хватает средств, кадров и так далее, и так далее. Мы вынуждены были изучить. Я говорю сейчас про общественный совет, значит, так. А как же в других городах этот вопрос решается? Делегации из восьми человек, в состав которой вошли представители общественности, администрации, руководители коммунальных служб города, изучали коммунальное хозяйство города Заречный. Была, я считаю, поездка очень плодотворная, очень такая зеловая поездка. На все вопросы, которые мы задавали, у нас было восемь человек делегации, получили очень ясный, четкий и щерпящий ответ. Лично мы убедились, вот все делегации здесь, что там работают профессионалы, люди грамотные, целеустремленные, ищут изыскание средств по обслуживанию, как сэкономить средства. Что отравлено? Учет затрат ведется по каждому дому. Детальный подход к работе и обслуживанию жилого фонда отметили все представители комиссии. С жителями оформлены договоры. 10% из тарифа на техническое обслуживание идет на перспективу капитального ремонта. Жильцам предоставляется единая платежная квитанция, в которой расписаны все виды предоставляемых услуг. В процентном отношении указаны и суммы израсходованных на каждую услугу. Более того, на базе коммунальной службы функционирует аварийная служба быстрого реагирования, что позволяет оперативно и качественно устранять аварийные ситуации. Они в каждом подъезде уборку производят, лестничный спектр за счет этих денег, которые у них не получают. Промыть куполов. Главное, что они к отопительному сезону промывают отопительную систему в трубах у жильцов. Вот и чего делают. Там у нас, ну, говорите, сколько веков не делалось. И давным давно не делалось, и сейчас не делается. В Кузнецке до сих пор не все жители имеют на руках договор с управляющей компанией. Не могут кузнечане добиться и отчета, на что расходуются средства, которые они ежемесячно платят за техническое обслуживание. Много претензий по установке общедомовых приборов учета, которые устанавливаются без предупреждения жильцов. В нашем доме просто нечаянно мы узнали, что у нас поставили общий счетчик. Они узнали, что общий счетчик, но должны кто-то расписать, что мы видели, что поставили. Вы узнали, когда квитацию принести, правильно? Да, да. Почему так все это делается? Почему? Это очень вопрос серьезный. Братья решать на себя существующие проблемы в сфере ЖКХ кузнечане не хотят. Поэтому только 29 из 385 домкомов зарегистрировано в ООО «Рео». 25 из 50 в управляющей компанией ООО «Домострой». До 1 июля руководители коммунальных служб планируют создать советы среди жильцов многоквартирных домов, провести собрание с собственниками по выбору домкомов. В марте месяце увидят свет первый отчет управляющих компаний, на что израсходованы средства жильцов по каждому дому. Этому и поспособствуют приобретенные программные обеспечения. В новый тариф будут включены средства на капитальный ремонт дома и уборку лестничных площадок. Пока это в планах. А в ходе заседания общественного совета было принято решение разработать план мероприятий по совершенствованию системы технического обслуживания. Обратиться к сотрудникам прокуратуры с просьбой взять под контроль вопросы устранения выявленных нарушений, которые отражены в акте проверки, проведенной сотрудниками контрольно-счетной палаты. А также возможность проведения комплексной ревизии финансо-хозяйственной деятельности за 2010-2011 годы и вернуться к рассмотрению результатов во втором квартале этого года.